Всем привет! Сегодня в век высоких технологий кажется, что многие окружающие нас вещи существовали всегда. Но даже у самых привычных предметов на планете есть своя история и те самые первые в мире экземпляры. Например, первый чайник, картина или кеды. А какой же была самая первая телевизионная реклама? Первый в мире фильм, первый компьютерный вирус? А первые видео, загруженные на YouTube? Давайте скорее выясним. Поехали! Первый телефонный разговор Кто изобрел телефон? Наверняка вы скажете, что это был Александр Белл, однако настоящим создателем телефона считается итальянец Антонио Миуччи, который подал заявку на патент своего изобретения еще в 1871 году. За пять лет до Белла известность Александра Белла объясняется тем, что именно он и созданная им компания Bell Company способствовали популяризации телефонии и широкому развитию отрасли. И он же завершил первый телефонный звонок. Считается, что это произошло 10 марта 1876 года. Белл продемонстрировал передачу речи с помощью электричества, передавая вызов своему помощнику, электрику Томасу Уотсону. Первый разговор был очень коротким и состоял из двух фраз. Первый фильм Сегодня кино — это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы ждем выхода новых фильмов, следим за актерами, читаем и смотрим критику. Говорят, по статистике каждый человек смотрит как минимум один фильм в несколько дней, целиком или частями. Но мало кто задумывается о том, как появилось кино и какой фильм зрители увидели самым первым. Официально кинематограф появился в 1895 году, но вот самые первые фильмы начали снимать еще за несколько лет до этой даты. В 1888 году француз Луи Ле Принц, который проживал в Англии, снял первую кинокартину в мире. Она получила название «Сцены в саду Раундхэй». Чтобы создать первый в мире фильм, была использована новая технология — запись на бумажную пленку, которая была покрыта фотоэмульсией. А в 1895 году появился фильм, который получил широкое распространение и всемирную известность — прибытие поезда на вокзал Ла Сиоты. Считается, что именно эта картина стала началом эпохи кинематографа. Сняли и показали короткую документалку братья Люмьер, и с тех пор они прославились на весь мир как родоначальники кино. Первая ТВ-реклама Кажется, что реклама была, ну, всегда, верно? Особенно та, которую крутят по телевизору. Представить вещание без неё просто не получается, но так было не всегда. Точка отчёта для телевизионной рекламы принято считать 1 июля 1941 года, когда производитель часов Белова Бочко разместил на канале WNBT компании NBC 10-секундный ролик. Ролик транслировался перед бейсбольным матчем между Бруклин-Доджерс и Филадельфия-Филлис и обошёлся компанией-производителю по разным данным от 4 до 9 долларов. То есть от 67 до 151 доллара, если переводить на сегодняшние цены. Объявление представляло собой видоизменённую тестовую табличку WNBT. Из обычной таблички она стала часами со стрелками, показывавшими время. Реклама показывалась одну минуту, пока секундная стрелка делала полный круг. Первый компьютер Если рассматривать компьютер как очень сложную вычислительную технику, то появлением самого первого компьютера можно назвать изобретение счётов в древнем Вавилоне 3000 лет до нашей эры. Но если говорить о более современных моделях, то первым в мире компьютером был американский программируемый компьютер, который разработал и построил в 1941 году гарвардский математик Говард Эйксон при сотрудничестве четырёх инженеров компании IBM. Стоимость этого компьютера составила 500 тысяч долларов. Он был собран в корпусе из нержавеющей стали и стекла, имел длину около 17 метров, высоту более 2,5 метров, вес около 4,5 тонн и занимал площадь в несколько десятков квадратных метров. Первая компьютерная игра Как и у всего остального, у компьютерных игр тоже есть та, которую называют самой первой. Можно сказать, настоящая бабушка нынешних видеоигр представляла собой дуэль двух космических кораблей и называлась Space War. За пару месяцев в свободное время её создали несколько программистов из Массачусетского технологического института. Группой руководили Стив Рассел и Мартин Грец, которые познакомились в университетском туристическом клубе и сошлись на почве увлечений научной фантастикой. В январе 1962-го они написали простую программу, а ещё через месяц это была уже самая настоящая компьютерная игра с двумя стреляющими друг в друга ракетами. Конечно, игра была максимально простой, и тогда, наверное, никто и представить не мог, во что превратится индустрия видеоигр через десятки лет. На круглый катодный дисплей выводилась карта боевых действий, фрагмент ночного неба, копирующий расположение звёзд над Кембриджем. Два противника с помощью клавиатуры или джойстика могли перемещать свои шаттлы и стрелять. Чтобы увернуться от выстрела, можно было крутануться вокруг звезды в центре карты, используя её гравитацию или совершить гиперпрыжок. Корабль исчезал и появлялся в случайном месте карты. Первый видеозвонок Как давно существует видеосвязь? Может, лет 20? 30? О, намного дольше! 20 апреля 1964 года состоялся первый в мире сеанс видеосвязи. Это произошло на всемирной выставке в Нью-Йорке, где компания Bell Telephone представила видеотелефон Picture Phone. Он состоял из двух частей — черно-белого экрана и камеры. Зайдя в специальную кабинку и сев перед продолговатым устройством, посетители выставки могли увидеть человека, находящегося за тысячи километров, и пообщаться с ним. Разговор можно было прервать нажатием одной кнопки, как сейчас в программе Skype. Несколько месяцев спустя, в июне того же года, компания AT&T установила Mod 1 Picture Phone в Нью-Йорке, Вашингтоне и Чикаго, первой начав предоставлять услуги коммерческой видеосвязи. Первые сообщения в интернете 29 октября 1969 года — по-настоящему значимая дата, о которой известно немногим. Дело в том, что в этот день было отправлено первое в истории человечества электронное сообщение. Обмен проходил через ARPANET — одной из первых в мире компьютерных сетей и предшественницу сегодняшнего интернета. Правда, в то время до размаха в современной сети было далеко. ARPANET объединяло несколько компьютеров в четырех научных учреждениях — Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Стэнфордском исследовательском центре, Университете Юты и Университете штата Калифорния в Санта-Барбаре. Первый сервер был установлен 2 сентября в Калифорнийском университете и имел 24 килобайта оперативной памяти. Сегодня это кажется просто смешным. Но дело-то было в 60-е. Первое сообщение, переданное через сеть, состояло всего из двух букв — LO. На самом деле, этим сообщением должно было стать слово LOGIN, но что-то пошло не так. В процессе передачи данных участники исследования подтверждали каждый отправленный символ по телефону. Однако после того, как были отправлены две первые буквы L и O, система сломалась. Закончить отправку сообщения удалось лишь час спустя. Первый компьютерный вирус Самый первый компьютерный вирус под названием Крипер появился в начале 70-х годов. В то время основной сетью компьютеров являлась все та же сеть ARPANET. И именно внутри этой сети один талантливый программист по имени Боб Томас, работавший в компании BBN, решил похвастаться своими знаниями информационных систем. Именно похвастаться и ничего более. Автор не собирался наносить этим вирусом какой-либо урон другим компьютерам и пользователям. Вирус не приносил какого-либо материального вреда, не собирал чужие данные, он лишь высвечивал вполне безобидные сообщения. Я Крипер, поймай меня, если сможешь. Более того, когда на одном удаленном компьютере запускалась новая копия вируса, предыдущая сразу переставала работать. Позже еще одним сотрудником BBN Рэем Томплинсоном была написана программа Reaper, которая точно так же перемещалась по сети и в случае обнаружения действующего Крипера прекращала его работу. Первый мобильный телефон Саму идею создания переносного телефона выдвинула исследовательская лаборатория Bell Laboratories компании AT&T. В 1947 году это была идея создания телефона для использования в машинах. Неудивительно, что вес первых образцов аппаратов составлял по 30, а то и 40 килограммов. Понятно, что это был скорее не переносной, а перевозимый телефонный аппарат. Спустя 20 лет, в 70-х, новые модели стали более легкими и весили всего 12-14 кило. Неизвестно, как долго бы человечество шло к современным мобильным телефонам, если бы не Мартин Купер. Работая в компании Моторола, Купер был уверен, что размер мобильного телефона можно уменьшить до минимального. Вскоре была выдвинута идея сотового принципа организации сетей мобильной связи, оставалось только правильно ее реализовать. И вот 3 апреля 1973 года в конструкторском отделе компании Bell Laboratories раздался телефонный звонок. «Угадай, откуда я звоню?» — услышал в трубке голос Мартина глава исследовательского отдела Джоэл Энгель. «Я звоню тебе с настоящего сотового телефона». Это был первый звонок, совершенный с сотового телефона, и он фактически стал началом новой эпохи. Кстати, звонил Купер с первого в мире мобильного телефона модели Dynatec весом в 1,15 кило. В нем было 2000 деталей, а заряда аккумулятора хватало на 20 минут разговора. Но все-таки это был самый настоящий прорыв, определивший будущее. Первые видео на YouTube Когда бывшие сотрудники PayPal Чад Херли, Стив Чейн и Джавид Карим создали в феврале 2005 года видеохостинг YouTube, интернет был совершенно другим. Сложно представить, как тогда выглядела всемирная паутина. Никаких популярных социальных сетей, Инстаграма и прочих привычных атрибутов 21 века. Даже Facebook стал доступен для всех пользователей интернета только в сентябре 2006 года. В общем, настоящее сетевое средневековье. Само собой, в таких условиях обмениваться видео по интернету было очень неудобно. Именно поэтому сооснователям YouTube пришла идея о сайте, который бы позволил моментально загружать видео и показывать их кому угодно. Что ж, сегодня мы можем сказать, что эта идея была просто грандиозной. Первое видео на YouTube, 18-секундное «Мет и Зу. Я в зоопарке» появилось 23 апреля 2005 года. На нем один из создателей, Джавид Карим, стоит перед слонами в зоопарке Сан-Диего. Странный выбор локации для первого видео, о, его текст звучит еще более необычно. Видео снимал Яков Лапицкий, друг Карима, и на тот момент он не имел почти никакого представления, для чего будет использоваться отснятые. В каждую свою годовщину первое видео на YouTube собирает еще несколько сотен тысяч просмотров. Сейчас их уже больше 61 миллиона. Псс, дружище, хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на тех зон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично! Субтитры сделал DimaTorzok